всем добрый день дорогие друзья меня зовут ольга и вы находитесь на моем канале о моих увлечениях и преимущественно о вязании сегодня у меня к вам очередная коллекция одежды то есть эту всю стопочку я вязала в разное время по промежутку по временному где-то наверное года за три я все это связала и коллекция будет называться пудрово-розовый если вам интересно оставайтесь со мной все изделия которые я сегодня буду вам показывать они у меня не новые то есть часть изделий я успела относить то есть некий такой тест драйв я буду вам показывать в том виде в каком они у меня есть на сегодняшний день находится также буду рассказывать частично о том как я их связала из чего связала но более подробную информацию вы сможете узнать если пройдете в инфобокс я там оставлю ссылочку на целый плейлист в котором я говорю о всех вязаных изделиях на которые у меня есть либо мастер-класс либо обзор то есть не все изделия проходят именно эту стадию иногда я просто вижу свое удовольствие ничего не снимаю а иногда рассказываю вам как я вязала тот или иной элемент моего гардероба если вам интересно давайте же все-таки приступим до коллекция пудрово-розовая то есть именно я собрала все вещи розовые я не ожидала на самом деле что я такая девочка-девочка и у меня найдется столько розовых вещей вернее вещей в розовых оттенках да в данном случае конечно вещь не розовых оттенках но тем не менее она такая знаете очень нежная получилось пудрово какая-то она бежево пудровая да и очень хорошо вписывается в ансамбль именно данной тематики что у меня здесь здесь у меня идет пряжа летнего состава точного состава я вам не скажу но это пряжа до сих пор есть фикс прайсе я ее видела в голубом оттенке и в оттенке такой знаете фисташковый немножко оттенок был такой выбеленный очень красивые тоже оттенки к сожалению вот в таком льняном цвете я этой пряжи не видела очень многим понравился этот кардиган летний кардиган он мне тоже очень понравился я его ношу настолько активно я его носила что у меня здесь смотрите появились видите какие катышки эти катышки образовались от рюкзака то есть мне их нужно будет почистить вторая ниточка это пряжа мадам трикот и как раз вот на эту ниточку получается вот этот хлопок и видите что с ним произошло я очень часто гуляю с ребенком да и естественно мне удобнее ходить с рюкзаком и поэтому вещи вот местами они все-таки затираются здесь не сама пряжа до основного состава так себя ведет а именно пряжа получается вот это вот мадам трикот вот я эту вещь конечно же сейчас аккуратненько вот здесь все подправлю я специально оставила так как есть чтобы вам показать если вдруг вы найдете все же эту пряжу это пряжа была мне подарена пряжа раритетная у меня еще есть два матка и я думаю либо оставить ее себе либо разыграть знаете аукцион такой провести потому что очень многие у меня спрашивали где можно найти эту пряжу я не знаю у меня даже на этикетке не сохранилось никаких опознавательных знаков кроме наименования мадам трикот вот поэтому но пишите если вам интересно я могу провести такой некий аукцион на два мотка ну не знаю оторву ли я от своего сердца эти моточки подаренные или нет но понимаю умом что в ближайшее время скорее всего я так вязать уже не буду потому что пряжи у меня очень много от себя хочу добавить что вещь потрясающая носится прям вот от ну не знаю я рассказываю про эту вещь здесь связано сверху вниз без шовным вязанием со спущенным плечом но бесшовное вязание то есть вроде бы как мы сначала вяжем спинку отдельной деталью потом набираем по переду все это укороченными рядами формируем всю нашу ну да у импровизированную полу кокетку и получается вот такое замечательное изделие техника очень хороша для тех кто вяжет сверху вниз кто предпочитает именно вязание сверху вниз потому что этот же кардиган очень легко связать снизу вверх здесь не составляет никакого труда да хоть ты раздельные его вяжи делаешь вы хоть и по по кругу до вяжи его то есть я просто очень люблю вязать сверху вниз поэтому для меня эта техника ну так мне мне она понравилась многие сейчас вяжет многие показывают поэтому найдите своего мастера если вы вдруг не понимаете меня такое тоже может быть потому что я часто рассказываю очень сумбурно вот это первое изделие которое у меня есть сколько она весит и так далее вы конечно же сможете узнать если пройдете видеоролики обучающего характера дальше у меня есть вот такая замечательная вещь я ее правда уже убрала с гардероба потому что эта вещь конкретно она предназначена на летний период я летом несмотря на жаркое лето я все же носила эту вещь это у меня связано из газа органик кота на baby cotton органик в общем и целом пряжа потрясающая тоже пройдите на канал посмотрите есть тоже обзорный мастер-класс это простой ломаный реглан сверху вот здесь я украсила вот такой вот замечательная брошью в технике фриволите она сюда идеально вписалась это мне кажется единственная вещь которая вот знаете брошка под вещь так очень часто делает у нас леночка орлова у нее под каждую вещь есть определенная брошь ручной работы это тоже брошь ручной работы если вы не знакомы с техникой фриволите обязательно посмотрите что это такое как это делается это потрясающе но я не умею этого делать на самом деле это у меня знакомая занимается поэтому она мне подарила эту брошь я очень довольна но сегодня мы с вами об изделии она имеет такое знаете свойство вытягиваться это пряжа но тем не менее она потрясающая она очень нежная гладкая изделие такой знаете лоснящийся и в то же самое время она нелегкая в силу того что это хлопок видите у него есть своя сила притяжения да но очень было комфортно ее носить я с удовольствием ношу эту вещь но я ее убираю потому что это все таки такой знаете более летний период потому что под кожанку я ее надеть не могу в силу того что рукава широкие собственно говоря уже с другими видами одежды но как-то холодновато рукавов то нет да вот дальше у меня есть потрясающий топ из этой же пряжи здесь он тоже связано в той же самой технике сверху вниз он просто лежал в шкафу вот этот топ я носила совсем недавно я вам показывала транслировала у себя в инстаграм и под кожаную куртку я такая праздничная это такое настроение вот даже сейчас будет бабье лето я обязательно буду носить под кожаную куртку именно этот топ да и вообще в целом да я его оставляю в гардеробе я его не буду убирать несмотря на состав это тоже самое пряжа все почему потому что будут праздники будут какие-то мероприятия я с превеликим удовольствием под пиджачок буду носить этот топ и зимой и летом и осенью и весной в любое время года он просто шикарный а пайетки здесь у меня самые дешевые китайские пайетки сейчас они есть везде тогда только пошла волна дорогих королевских пайеток но китайцы молодцы они быстро сориентировались и показали нам что может быть и не так уж и дорого при всем при этом моток у меня был 50 грамм ушло то ли 30 грамм то ли 20 грамм то есть у меня на еще одно изделие этих пайеток осталось вот этих золотистых красивущих вот этих вот знаете у нас на национальном костюме есть такие но если вы зайдете в интернет и посмотрите марийский национальный костюм марийский на рода мари то там есть такие монетки серебряные они вот где-то разных размеров но они достаточно большие и они идут по верху и там по низу вышитого платья очень напоминает все это знаете национальный ансамбль поэтому ну да корни корни давайте будем думать что это корни так следующие изделия я не знаю название этой пряжи это моточная пряжа она приходила мне в свое время на обзор с мира вышивки в составе есть хлопок и лен и это пряжа от сям это единственное что я помню про это изделие но я думаю что там где я о нем рассказываю да я там конкретно рассказываю смотрите здесь в таком славянском стиле бруснично какой-то такой припыленный бруснично-розовый цвет выполнено это изделие здесь я вязала как раз таки снизу вверх я бы сейчас вязала сверху вниз прям его же потому что вот этот вот орнамент опять таки давай что идет по груди что по подрезам он вот так вот вот так вот заканчивается и есть такая небольшая совсем заманушка фишечка это вот по спине вроде бы как зачем ну вы знаете вот в общей совокупности своей когда ты надеваешь это изделие она все играет и все обыграно все минимально минимализировано но тем не менее очень красиво смотрится я думаю что те кто вязал доволен те кто собирается вязать приглядитесь просто к элементам вдохновитесь может быть у вас получится что-то иное может быть у вас получится вообще с рукавами здесь как раз таки было спущенное плечо это планировалось как знаете топ жилет но этого не случилось случился все-таки такой топ но я здесь смотрите как убрала получается лишнее я не стала перевязывать в очередной раз я просто убрала лишнее получился у меня такой импровизированный подплечек и очень мне нравится этот эффект этот результат да можно было распустить переделать до убрать лишнее но вот этот эффект именно в этом изделии мне нравится я просто подшила подогнула и подшила вот такое вот изделие на него у меня точно должен быть какой-то обзор поэтому смотрите вдохновляйтесь и вяжите можно носить также да и под пиджак почему бы нет здесь тоже розово-пудровая это у меня рукава весь этот кардиган случился именно благодаря рукавам на самом деле тут история была такая что это пряжа вот эта пушистая она была куплена в секонд-хенде это было несколько мотков вот и вот эту розовую пряжу я вообще не знала куда применить это дорогая бобинная пряжа но дорогая по тем временам для меня что-то около 500 грамм 500 рублей стоило 100 грамм я не могла с ней совладать я связала ее в две нити и вот пустила сюда в рукава здесь есть и блески в виде люрекса и есть какая-то дополнительная ниточка то есть вывязывала остатки сначала связала рукава а потом уже связала тело кардигана из потрясающей пряжи самаркант этот вид здесь я тоже мудрила потому что здесь я делала микс из пряжи самаркант плюс тоненькая ниточка меринуса серого цвета а здесь полноценный был серый оттенок то есть если у вас есть остатки пряжи никогда не бойтесь обязательно экспериментируйте в особенности смотрите как легко можно обыграть такие рукава разные можно сделать абсолютно разными жаккард пожалуйста если у вас картная шерсть что-то там с пайетками пожалуйста но учтите что здесь у нас с вами подрезы поэтому лучше все пайетки до выводить более вниз рукава то есть да ближе к манжете все что угодно полет фантазии любой узор любой рисунок теневой не теневой фантазийная пряжа все что у вас лежит не востребованным попробуйте но это не такой большой участок работы например если вы начнете вязать от манжеты и пойдете до локтя дошли и уже понимаете состоялся этот ансамбль или нет видите вы это в дальнейшем будущем вашим изделия или нет ну и почему бы не связать из остатков домашний кардиган например укороченный но это даже не кардиган это скорее кофты правда вот такой вот замечательный изделие у меня есть она тоже в моей коллекции розово-пудровой и так следующем следующие изделия связала совсем недавно проводила тест-драйв так называемый всего лишь раз я его выгуливала у меня есть несколько фотографий в дороги в пути буквально прям вот на коленочке вот это мой джемпер вереск у меня на него тоже есть мастер-класс здесь все дело в деталях все как я люблю детали минималистичны да то есть они вот занимаются всем небольшое пространство на полотне но играют решающую роль в самом изделии то есть это не просто реглан сверху здесь есть все таки знаете волна вдохновения изюминка я надеюсь что я вас тоже вдохновляю на подобного рода вещи что здесь здесь пряжа лана гросса кул вул она вытянулась она резиновая я не имела опыта вязания именно из такого рода мериноса я теперь понимаю почему многие говорят что они не любят меринос именно в плане моточного классического вот этого тягучего резинового мериноса я поняла потому что изделие после стирки после носки может вести себя ну вот весьма странно я бы сказала она у меня вы видите я сейчас поставляю вам фотографии вы там увидите что когда я стою как-то боком у меня здесь как будто лишнее полотно на самом деле вот в движении каком-то да она как будто бы вот где-то что-то хочется подкорректировать но когда ты стоишь ровно надев это изделие очень комфортно в нем очень удобно очень приятно я не скажу что она мега теплая того что это мерино стопроцентно нет она диме сезонное скорее чем дача зимние но тем не менее посмотрим какая будет зима да я как всегда показываю все вещи помятыми но зато такой знаете живой гардероб я обычно их немножко опариваю перед тем как носить вот такое вот замечательное изделие мне кажется этот цвет мне очень идет он достаточно яркий в то же самое время женственные и в целом у меня было восемь мотков подаренных едва я дозаказывал на wildberries хорошо что есть такие теперь функции как озон и wildberries можно заказать недостающие пару моточков даже чуть подороже да ну зато за доставку платить не надо очень приятно воду быстрый сервис ну и вообще в общем и целом нравится мне оставляя у себя в гардеробе несмотря на то что изделие она такой знаете какой то она нестабильная я бы вот так назвала как это будет дальше при эксплуатации при очередной стирки я покажу только время я конечно же вам все все расскажу и покажу ничего не утаив дальше у меня есть праздничное изделие которое я вязала на одном дыхании мне очень хотелось этой дикой фуксии я помню что за бобинками я прямо летела чтобы их забрать потому что ну очень уж мне на тот момент хотелось этого цвета я связала но вы знаете надевала всего лишь раз и можно сказать что на фотосессию это конечно очень праздничное изделие я надеюсь что никак в прошлом году нас не будут закрывать на всю зиму по домам и мы все-таки сможем иметь возможность выйти куда-то в свет в то же самое кафе посидеть и я буду выгуливать это изделие оно действительно праздничное это туника это не платье это туника здесь вот такие вот разрезы это поедки королевские поедки которые я отпорола из юбки которые купила в секонд хенде она была вся усыпана поедками у меня еще очень много как вы можете понимать и я куда-то их применяю периодически но вот эти поедки не сравнишь с теми китайскими они очень крутые они качественные они они знаете какие-то плотные ну и естественно я сама нанизывала на ниточку сама контролировала процесс где я хочу добавить эту поедку для того чтобы заполнить полотно и пространство естественно эта вещь смотрится по-другому именно сами поедки смотрятся по-другому я буду пробовать этот опыт еще и еще если у меня будет вдохновение на то чтобы вязать что-то себе блестяще мне эта вещь очень нравится но это вещь конечно для для праздника для мероприятия то есть действительно вещь такая знаете на выход если бы я ходила в офис конечно у меня бы порой бывало бы наверно праздничное настроение несмотря ни на что у меня такое бывает то есть я могу выйти буквально в магазин имея просто внутри себя праздник да и я хочу носить праздничные вещи такое бывает и в этом случае мне ничего не может остановить связаны это изделие из картной шерсти в несколько сложений по моему в три сложения если я ничего не путаю связано сверху простой реглан да ну ломаный реглан моем случае как обычно я тут всегда экспериментирую вот и собственно говоря дальше уже формировала подрезы рукава достаточно много сил и времени вложила в это изделие к сожалению я его не ношу не потому что она мне не нравится а потому что специфика изделия такова вот такая вот у меня получилась пудрово розовая коллекция девочка девочка я надеюсь вам она понравилась мне нравятся все вещи которые я вам сегодня показала ни от каких вещей мне бы избавиться не хотелось и убирать их далеко тоже не хотелось мне хочется их носить я надеюсь вам все понравилось если это так ставьте пальчики вверх и возвращайтесь ко мне на канал я надеюсь что будет у нас много всего интересного впереди все пока пока до скорых встреч